В рамках акции посвящения в доноры была организована безвозмездная сдача крови. Некоторые участники акции сдавали кровь в первый раз, но большинство являются активными донорами на протяжении нескольких лет. Действие развернулось на площади перед зданием администрации Южного округа. Все участники торжественно получили удостоверение доноров из рук главы города Евгения Арапова. Донорская кровь подарит шанс на спасение жизни тяжелобальным пациентам. Еще 18 лет не было. Отправила маму сначала. Мама потом донором стала. И меня это заинтересовало, так как это огромная польза нуждающимся людям. И так безвозмездно сдаю кровь. Донором являюсь всей семьей. По времени это буквально час, наверное, максимум. Это уходит. Если выбрать время без очереди, то можно даже быстрее это сделать. Сегодня лишь один такой маленький фрагмент из огромной большой работы. Когда я сказал, что мы планировали сегодня, что у нас будет порядка 60-70 доноров, желающих сдать кровь, но их в два раза больше оказалось. То есть более 130. Все это идет, вот не разовые такие мероприятия, а идет постоянно. Постоянно такая работа, она очень нужная для города, для области, для России нашей. Сейчас последние 10-15 лет идет активная пропаганда донорства в нашем городе. В области у нас очень часто организуются выезды. Сегодняшняя акция организуется впервые. Это посвящение в доноры. Сегодня день рождения этой акции. Сегодня порядка 25 человек уже получили удостоверение донора, и около 50 человек еще зарегистрировались на прохождение этой процедуры. Сегодня, когда мы вручали данные удостоверения, мне было приятно, что все, без исключения, молодые люди, кто-то постарше, которые приходили и получали данный документ, они красивые, видно, что здоровые. На них просто приятно посмотреть. Поощряется на уровне правительства Оренбургской области. Погудило внутреннее как-то чувство, что вот исполнилось 18 лет, и, возможно, моя кровь спасет кому-то жизнь. То есть приятно ходить с таким чувством, что ты нужный. Донор должен, во-первых, вести активный образ жизни, быть молод, активен и нацелен на донацию. Если донор не проходит по весовой категории, то есть это меньше 55-60 килограмм, то таким донорам кровь лучше не сдавать. Обычно физикальный осмотр, пульс давления проверяют гемоглобин у доноров. Не волнительно. Не на автомате, но и не волнительно. Ощущения хорошие. Но если это кому-то поможет, если спасет это чью-то жизнь, мы будем очень только рады. До этого, конечно, во времена молодости обязательно сдавали, а вот по этой третий раз. Агитирую, но они пока не соглашаются. Не знаю, почему-то у них какое-то мнение такое, что вдруг там заразят, хотя это сейчас вот все современно. Это была акция централизованная на рабочем месте. Это так был первый раз. А после этого я уже просто проникся всем этим процессом и понимал то, что это очень важно. Первоначально перед непосредственной сдачей было волнение, а уже потом, после нескольких раз, я понимал то, что, в принципе, ничего болезненного я не ощущал и дискомфорта никого не было. А после кровосдачи, ну, небольшое состояние невесомости, оно просто проходит. Я пропагандирую это среди всех своих знакомых, говорю то, что это очень важно. И некоторые люди по моим советам тоже начали ходить. Кровь на станции переливания крови выдается ежедневно в больших количествах во все лечебные учреждения нашего города. Поэтому любая донация, любой донор востребован всегда. Кровь востребована у нас на станции. Поэтому мы всегда привлекаем и агитируем всех доноров приходить и спасать жизни наших родных и близких. Продолжение следует...